Здравствуйте, дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Мы с вами в теплице. Почему здесь, сейчас узнаете. В этой теплице росли томаты. И естественно, или как сейчас принято говорить, разумеется, вся почва была прикрыта соломой. Но солома была непростая. Она была необмолоченная. Ну, такие декоративные чуки. Вот они стоят. Видите? Необмолоченная солома была ржаная. Это рожь. Ну и что в итоге? Ссыпалось зерно, и здесь рожь взошла. Знаете, вот я убила двух зайцев. Во-первых, держала влагу очень хорошо, и не надо было поливать в теплице. Раз в месяц было достаточно. А во-вторых, рожь взошла, как ей положено. Это озимая культура. Еще очень долго она будет работать корнями. Что делая? Правильно. Обогащая землю всевозможными питательными веществами. Рожь именно так работает. Она, между прочим, пырей выгонит, от нематоды избавит. Ну, может, не на 100%. Ну, точно, что избавит. И обогатит землю. А это самое главное. Конечно, к весне это все погибнет, потому что будет очень холодно. Мы живем в Сибири. Там, где есть более теплые края, там рожь тоже специально надо сеять. Для того, чтобы обогатить почву, полечить ее. Понимаете, да? Сделать ее здоровой. И вот получилось два в одном флаконе. И солома на месте, и рожь работает. Но вот здесь видно, видите, торчат. Кто? Правильно. Оставшиеся стебли от томатов. Я их трогать не буду. До весны. Я очень люблю, когда у растения большая корневая система осталась в почве. Это органика в чистом виде. Я уберу это весной. Да, мне придется убрать и солому тоже. Ну, не так уж это тяжело. А вот корни, которые там остались, они прекрасное дополнение к почве. Вы же мне все пишите, какая у вас земля. Ну вот, и поэтому тоже такая земля. Я предпочитаю все-таки менять местами теплицу с томатами. Здесь будут огурцы. В теплице с огурцами будут томаты. Болезней одинаковых нет, поэтому все здесь будет замечательно. Вообще люблю теплицы, если честно. Раньше упиралась, как баран. Но потом я поняла, что все-таки в теплице можно гораздо дольше получать урожай и более качественный. И потом теплица, знаете, это место, где стоят инструменты, тележки, там всякие подставки. И некоторые вещи нельзя оставлять на улице. Холод и влага плохо на них действуют. А здесь холод есть, а влаги нет, что самое главное. Всем рекомендую, ну, не в октябре месяце, конечно, а все-таки пораньше, убрав культуры в теплице, засевать либо белой горчицей, либо вот озимой рожью. Ну, на этом закончу. Всего доброго вам и до свидания.